Всем привет! Это Пернатикс Лайф и с приходом весны и тепла стали актуальны прогулки с попугаем на улице. Сегодня речь пойдет именно о прогулках попугая в клетке. Расскажу как гулять с попугаем и какие опасности могут подстерегать вашего пернатого там. Для чего попугаю нужно гулять на улице? Пернатому очень важны ультрафиолетовые лучи, которые излучают солнце для того, чтобы в организме вырабатывался витамин D, а витамин D нужен для правильного и хорошего усваивания кальция. Также отмечу, что ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака и тучи, так что с птичкой можно гулять не только в солнечную погоду, но и если солнца нет. Ультрафиолетовые лучи, которые необходимы для выработки витамина D, не проходят сквозь оконные стекла. Поэтому если вы гуляете с вашей птичкой на балконе, то открывайте окна, чтобы непосредственно прямые лучи попадали на птичку. Прогулка за стеклом никакой пользы для вашей птички не принесет. А теперь непосредственно перейдем к прогулкам. Итак, вы можете выносить птичку гулять в клетке, в которой она у вас живет, или же использовать специальную прогулочную клетку, если ваша основная клетка очень громоздкая и таскать на улицу ее неудобно. На что стоит обратить внимание? На дверцы и кормушки. Дверцы должны хорошо закрываться. Также можно использовать дополнительные прищепки или карабины, чтобы птичка никак не могла открыть дверцу. И обратить внимание на кормушки, если они у вас встроенные в клетку, поворотные. Потому что некоторые птицы умеют сбрасывать такие кормушки и выбираться на улицу. Никогда не открывайте дверцу в клетку, если вы гуляете с птицей. Все необходимые вещи помещайте в клетку сразу дома. Вы можете совершенно случайно забыть закрыть дверцу и ваша птичка улетит. В клетке обязательно должна быть тень. Половина клетки должна находиться в тени. Ее можно накрыть какой-то тканью, чтобы был уголок, куда птичка могла спрятаться, если ей станет жарко или в случае опасности, если она чего-то испугается. В клетке обязательно должна быть вода и еда. Но не следует класть в клетку сладкие фрукты, ягоды и цветущие ветки и травку. Потому что это все может привлекать пчел, ос и шмелей. А укусы таких насекомых для птицы смертельны. И поэтому не стоит располагать клетку вблизи цветущих клумб и под цветущими деревьями. Ваша птичка может оказаться в опасности на пути следования пчелок и ос. Не располагайте клетку на сквозняке. Небольшой ветерок это нормально, но не должно быть сквозняка. При какой температуре гулять с птичками? Мои птички начинают гулять где-то при температуре 16-18 градусов, конечно в отсутствии прохладного порывистого ветра. Если есть небольшой теплый ветерок, то все нормально. И также мы гуляем до температуры 30 градусов. Когда у нас становится жарко, то днем мы не гуляем. Я гуляю с птичками утром и вечером, когда температура не очень высокая. Когда на улице больше 35 градусов, даже тень не спасет вашего попугайчика от теплового удара. Как долго гулять на улице с птицей? Начинать можно от 15-30 минут и гулять хоть целый день, если вашей птичке нравится. Ведь у некоторых людей даже есть летние вольеры, где птицы живут целое лето. Как часто с попугаем гулять на улице? Попугаем на улице можно гулять хоть каждый день, если у вас есть такая возможность. Стараться гулять нужно как можно чаще, потому что это очень полезно для птицы. Также опасность представляют для наших птичек гуляющих на улице это коты и дикие птицы. Коты очень хорошо чувствуют запахи, поэтому найти птичку для них не проблема. А если птичка еще и чирикает, то вообще для кота это проще простого. И также дикие птицы. Они летают высоко в небе, но у них очень хорошее зрение и вашу птичку они с легкостью увидят и могут напасть. Я такое наблюдала, это очень страшно. Чтобы избежать таких опасностей, не стоит оставлять клетку с птичкой на улице и уходить. Именно ваше присутствие рядом с птицей во время прогулки гарантирует наибольшую безопасность для нее. Да, опасности при прогулке попугая в клетке на улице существуют, но это не повод лишать птицу полезного ультрафиолетового излучения, которое нужно для правильного функционирования организма. Гуляйте с вашими птичками на улице, обеспокойтесь о безопасности клетки и никогда не оставляйте птичку наедине гулять. И с вашими птичками все будет хорошо. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь. Всем пока, увидимся скоро!